Более 8 тысяч ульяновских школьников с 8 по 11 классов День туризма решили проверить, насколько хорошо они знают родной край. География для меня интересна, особенно география родного края. Также на уроках мы изучали географические особенности и культурные особенности нашего родного края. В том году было не очень сложно. Я смогла справиться с большим количеством заданий и результаты меня удовлетворили. Впервые краеведческий диктант прошел в областной столице в 2018. За год количество участников не изменилось, однако результаты могут улучшиться. В прошлый раз 100 баллов набрали более 20 учеников. На что направлена эта акция? На возобновление интереса ребят к краеведению, к родному краю. В условиях нашей необъятной родины и обилия уникальных объектов, конечно, крайне важно вернуть ребят к этому интересу. География, история, биология, этнография, литература родного края. 5 тем и 30 заданий, закрытого и открытого типа. А вот и 29 вопрос диктанта. Назовите район Ульяновской области, в котором встречаются бурые медведи. А. Сурский, Б. Сенгелеевский, В. Радищевский и Г. Барышский. А вы знаете правильный ответ? Я предположила, что на севере, в Сурском районе. Для меня самые сложные вопросы были про историю нашего города, так как она у нас наполненная, богатая. Пришлось много вспоминать из школьной программы за предыдущие годы. А самые легкие вопросы – это про географическое положение, животный мир. Организаторы акции – региональное министерство образования, русское географическое общество и педагогический университет. В 73-м регионе также проходят и другие диктанты – этнографический, юридический, тотальный и даже пушкинский. Ровно через месяц, 27 октября, будет географический диктант. Но это всемирная акция. А сегодняшняя – это акция наша региональная. Участники краеведческого диктанта узнают свои результаты 1 ноября. Лучшие получат грамоты. Марина Тимофеева, Бахтиер Салтанов, репортер 73.